Решили определять вручную, какая техника достойна субсидирования, какая нет. Из года в год он составляет некий список, в котором прописаны конкретные модели, конкретные производители, которым будут выделяться субсидии на покупку техники. Это та история, на которую нужно обратить внимание. В прокуратуре, в Федеральной антимонопольной службе. Мы уже обсуждали погектарные субсидии, субсидии на производство молока, зерна и прочих вещей. И вот теперь мы поговорим о субсидии на покупку техники. Это несколько иная помощь государства сельхозпроизводителям. Она более понятна и прозрачна. И, казалось бы, никаких злоупотреблений в этой области быть не может. Механизм получения этой субсидии существенно проще, чем механизм получения субсидий на погектарные выплаты за молоко, за скот и за зерно. Здесь не нужно получать одобрение районной администрации. Здесь не нужно быть зависимым от этой администрации и чего-то там им откатывать. Казалось бы, не нужно. Покупая технику, сельхозпроизводитель получает, естественно, документы. Купил трактор, получил техпаспорт, какие-то документы, зарегистрировал его в ГИБДД. И, представляя все эти документы, я имею в виду договор купли-продажи, оплату, справки из ГИБДД, представляя это все Министерство сельского хозяйства, сельхозпроизводитель имеет право на компенсацию до 50% стоимости этой техники. Это очень существенная субсидия. Понимая, что некоторые комбайны стоят и 6, и 7 миллионов рублей, это весьма существенная помощь. Это не какие-нибудь 5-7%, это очень много. И каким же образом, в довольно простой и понятной схеме, появились проблемы, и появились конфликты, и, на мой взгляд, появились коррупционные злоупотребления со стороны Минсельхоза Республики Башкортостан. Судя по всему, фантазия чиновников Минсельхоза РБ не имеет границ. Ребята, это чрезвычайно изобретательное. Таких Остапов-Бендеров, наверное, еще надо поискать. Что сделали наши деятели Минсельхоза? В этом случае речь идет, конечно, о заместителе Фазрахманова, замминистра сельского хозяйства, господине Йофенове. Йофенов Павел Августович, который курирует вот эти все вопросики, и который изобрел способ манипулирования вот этой субсидии на покупку техники. Республика Башкортостан решила датировать не любую технику, а составить некий закрытый список той техники, которую она будет субсидировать, и той техники, соответственно, которую она не будет субсидировать. Республика Башкортостан, вопреки федеральной практике, сама определяет в лице дяди Паши, как называют господину Йофенову, за глаза в Минсельхозе, решили определять вручную, какая техника достойна субсидирования, какая нет. Вообще-то в нормальном цивилизованном мире это называется лоббирование. Вообще-то стимулированием развития отечественного производителя у нас должно заниматься Министерство промышленности, Министерство экономического развития и некоторые другие ведомства, но только не Минсельхоз. Это не дело Минсельхоза определять, кто достоин, а кто не достоин субсидии. Однако господин Йофенов так не считает. Из года в год он составляет некий список, в котором прописаны конкретные модели, конкретные производители, которым будут выделяться субсидии на покупку техники. Соответственно, всем прочим, эти субсидии выделяться не будут. Эта ситуация многократно вызывала протесты и конфликты. Подавались прошения требования иски в суд, подавались обращения в Федеральную антимонопольную службу. Я имею в виду и самих непосредственно производителей сельхозтехники, их представителей. Обращу внимание, это не какие-то вражеские немецкие, не дай бог, английские производители комбайнов. Это российские производители сельхозтехники. И их на самом деле угнетает господин Йофенов, по пока еще для нас непонятным причинам. У меня в руках документ. Это решение Федеральной антимонопольной службы, которое вынесено в противовес вот этим спискам разрешенной техники. В этом решении идет речь непосредственно о предприятии Брянск-Сельмаш, российском предприятии, которое выпускает сельхозтехнику. По непонятной логике, господин Йофенов очень благорасположен и всячески способствует развитию бизнеса в Республике Башкортостан компанией холдинга «Россельмаш». И всячески приспятствует развитию бизнеса, например, той же самой компании «Брянск-Сельмаш» и некоторым другим. Однако господин Йофенов не брезгует лоббировать и иностранных производителей. Он активно толкает на рынок несколько немецких производителей весьма экзотических сельскохозяйственных приспособлений, ну не очень, прямо скажем так, востребованных в условиях Башкортостана. Однако Йофенов очень активно внедряет на рынок эти все вещи. Абсолютно, по-моему, утратим понимание о своих непосредственных задачах. Конечно же, все это происходит под покровительством и патронажем господина Фазрахманова. И тут я позволю себе предположить, что вот подобные сложные, на самом деле, непростые задачи, как продвижение на рынок каких-то конкретных производителей, конкретных бизнесов, ну никогда не происходит просто так. Ну зачем замминистра сельского хозяйства бескорыстно и совершенно бессмысленно продвигать какой-нибудь «Россельмаш» на рынок и душить одновременно с этим конкурентов «Россельмаша» в лице вот этого там «Брянск-Сельмаш». Да нет, нет такой необходимости. Господин Йофенов, ну как бы, отягощен большими задачами и проблемами, которые стоят перед ним в Минсельхозе. Просто так он этим заниматься не будет. Я смелюсь предположить, что, конечно, патронируемые и так трогательно опекаемые господином Йофеновым производители сельхозтехники, наверное, не остаются неблагодарными. Наверное, они безмерно благодарны господину Йофенову за ту помощь, которую он оказывает им в крупном регионе, в крупном сельскохозяйственном регионе, каковыми является Республика Башкортостан. В общем, конечно, много можно фантазировать и предполагать, о каких цифрах благодарности идет речь. Я не буду этого делать. Я знаю, что подобные крупные предприятия платят щедро и регулярно чиновникам уровня господина Йофенова. Ну, в общем, это та история, на которую нужно обратить внимание. Прокуратуре, Федеральной антимонопольной службе, ну, возможно, еще каким-то силовикам, потому что непосредственно на самого господина Йофенова нужно обратить внимание, обратить внимание на его чрезвычайную активность, с которой он практически заставляет ремонтировать, например, ту же самую сельхозтехнику у определенных ремонтных организаций. То есть это непосредственное лоббирование, это абсолютное нарушение закона, это не чиновничая функция, ну и так далее. Надо обратить внимание на его образ жизни, на его благосостояние, и в конечном итоге понять, каким образом, значит, эти мотивы, эта мотивация, которая существует, несомненно, у господина Йофенова, делится между всей верхушкой Минсельхоза, насколько в это вовлечен господин Фазрахманов, и вообще понять структуру вот этого лоббирования. Она, на самом деле, очень беспокоит сельхозпроизводителей, она ограничивает рынок, в конечном итоге подобная деятельность, конечно, несет экономический ущерб республике. Любое ограничение конкуренции, любое вмешательство в рыночные процессы обязательно негативно сказывается на экономических результатах. Продолжение следует...